А у нас в студии еще один прекрасный гость, очень интересный представитель нового, набирающего популярность в Украине, стендап-движение, победитель программы «Разбежи комика» — стендап-комик Бекир Мамедия. Во-первых, спасибо большое, что ты пришел, Бекир, очень приятно. Мы сегодня, ты знаешь, говорим исключительно о женщинах, и я пригласил тебя не случайно. Ты думаешь, я женщина? Нет, нет, ни в коем случае. Хотя вот сейчас ты сказал, я начинаю присматриваться. Шучу, конечно. Ты мусульманин, правильно? Да. Вот поэтому я хотел поговорить с тобой о мусульманских традициях, которые касаются женщин. Но перед тем, как начать, меня давно мучает вопрос. Я знаю, что по мусульманским традициям женщина должна носить паранжу, правильно? Да. А как они тогда делают селфи? Ну, в принципе, так же, как и все. Берут телефон, делают губы уточкой. Этого не видно, но паранжа все время мокрая вот тут. Ага. У тебя у самого есть девушка? Да. А скажи, пожалуйста, она носит паранжу? Нет, ей не нравится носить паранжу, ей не нравится, что у нее остается открытая только одна щелка в области глаз. Вот чтобы вы понимали, каково это, вот представьте, что вы постоянно смотрите на мир из сельского туалета. И лично я тоже против, чтобы она носила паранжу, потому что здесь паранжа ассоциируется с терроризмом. Серьезно? Да. Вот чтобы ты понимал, когда она в паранже, мы, например, на вокзале не можем подойти к незнакомому человеку, оставить ему чемоданы со словами «Можете присмотреть? Мы отойдем на пять минут». Она понимает? Да, да. Она понимает это, даже сама подшучивает. Недавно прилетели в Киев, выходили из самолета, вокруг куча людей, она такая, что-то опять не сработало. Это жесткий юмор. И как интересно отреагировали люди? Ну, ты когда-нибудь видел кувыркающихся по трапу бабушек? Вот это, когда так. Слушай, ну, вообще о мусульманах существует масса различных стереотипов. Говорят, что у вас в семьях все очень-очень строго, что мусульманская женщина должна только стирать, убирать, готовить, все. Это ложь, это неправда. Она должна еще гладить, работать и воспитывать детей. Я понимаю. Но это не у всех так. Я, например, не такой. Она у меня вот куда хочет, вот куда хочет, может хотеть. Главное, чтобы дома сидела. А как у вас вообще уже заходили разговоры о свадьбе? Я объясню, почему я спрашиваю. Потому что вот у нас, согласитесь, когда наши девушки хотят замуж, они всячески об этом намекают. Правда. Они, значит, гуляют с нами вокруг свадебных салонов, знакомят с родителями. Если это не помогают, они начинают рожать. Да. Ну, по крайней мере, у меня так было. Как у вас происходит? Ну, по нашим традициям, невесту должны украсть. Поэтому они намекают немного по-другому. Они ходят, замотавшись в пировках, залезают кому-то в багажник, подходят, типа, что у вас в мешке, надевают его на голову, да? Да, прикольно. А что ты сам думаешь о многоженстве? Вот, честно говоря, я правильно понимаю, что по вашим обычаям одновременно можно жить с несколькими женщинами, так? Да. Классные обычаи. Не, у нас тоже так делают. Но у нас эти женщины не знают друг о друге. Ничего. Не, лично я, может, и не против многоженства, но я живу в маленькой однокомнатной квартире. Мне некуда их будут разместить, да? Даже если они спят стоя. Знаете, у меня настолько тесная квартира, что если в ней заходит больше, чем один человек, они автоматически занимаются сексом. Ну, это уже неплохо. Да, но если ты успел зайти туда, да? Я согласен, это очень важный нюанс. Дорогие друзья, у нас в гостях был Викир Мамедиев. Спасибо большое. Спасибо, что все-таки успел к нам зайти. Ваши аплодисменты. Вечерний Кирилл 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 Кирилл.